Добрый день, Арсен. Расскажите, пожалуйста, нам последние новости, что происходит в аэропорту, как идет операция по зачистке аэропорта. Да, операция по зачистке аэропорта практически подходит к концу, небольшой кусочек, который мы можем пресечь в центре подвозки, который обеспечивает боеприпасами живой силой. То есть у нас только с этим вопросом, и все, может практически не сочинать. То есть по Вашей цене какое нам нужно время, чтобы справиться с аэропортом? Ну, времени, по времени ничего не могу сказать. Я знаю, что мне нужно по вооружению для того, чтобы этот аэропортр закончить. А есть ли потери в Вашем отряде? Да, есть потери. Есть убитые, есть раненые. А скажите, пожалуйста, вот приходит информация о том, что Донецк в основном обстреливают с аэропорта. Нет, сейчас с аэропорта Донецк не обстрелят. К сожалению, эта информация ложная. Сейчас мы оградили немножечко доступ к обстрелу их с территории аэропорта, города, они больше стреляют. Но здесь все позволят стрелять миномет, артиллерии, работать не на большом расстоянии. Сейчас они стреляют с аргивки и спесок, стреляют теперь уже с дальнобойной артиллерии и в ракетных установках. Мы лишили их возможности стрелять из минометра и делать диверсионные в Урландском городе. А вот сейчас становится уже осень и становится более холодно. И мы понимаем о том, что на носу у нас зима. Готов ли Ваш отряд к зиме? Частично. Частично. Морана готов. Ну, в чем нуждаются Ваши бойцы в первую очередь? Многие люди готовы помогать и хотелось бы знать, что конкретно нужно для того, чтобы помочь Вам? Это теплые вещи, не сильно громоздкие. Это белье, толстовки, военного образца. А что еще нужно для того, чем могут помочь обычные люди в том, чтобы Вам было удобнее воевать? Не холодно? Ну, плюс, какое обмундирование надо? Какая, может быть, техника нужна? Там, например, радиостанция, что-то еще? Нам нужны средства связи. Из экипировки нужны бронежилеты, шлемы. Для того, чтобы максимально запасить своих бойцов. На коленнике, на локольнике, келларовом. А как Вы вообще опираете людей в свой отряд? Кто Ваши бойцы? Ну, мои бойцы простые бойцы. Особенно никакого-то отбора не происходит. Человек, когда приходит в подразделение, он понимает, куда он пришел. На него есть небольшое время, испытательный срок, в который он должен понять, куда он попал. Понимает, что это подразделение, которое находится постоянно, непосредственно на передовой, непосредственно на близости к партии. Сейчас близость доходит меньше, чем десятка метров. На таком расстоянии происходит стычка. Если человек морально готов к этому, и физически, то он остается в подразделении. Если он к этому не готов, то мы его не держим. А вообще большое количество людей хотят попасть в Ваш отряд? Да, большое количество людей. К сожалению, всех взять не можем. Мы там кастинг, конечно, не проводим. Но просто люди к нам приходят. Приходят, кто-то остается, кто-то уходит. Кого-то ранит на руку. Проводим, как бы замены обычно осталось. Хотят, но не всех командирно отпускают. Некоторые, в которые люди со стороны приходят, это понятно. Там процентов 90-85 процентов людей просто оттуда. И в какой-то людей подразделение не может быть. А какого возраста Ваших бойцов? Разный. Больше 50 лет. Пенсионного возраста есть. Даже пенсионного? Да. Было такое, что дедушки, например, приходили, я пару раз встречала. Сейчас на передовой погиб у нас боец по замену зеленый. Он уже был пенсионером. Сейчас у нас есть поздний дед. Он реально старенький. Он уже плохо видит, но стреляет из пыли, но это отлично. Потом у нас есть старшина. Он уже реально дедушка. У меня в блоке есть. И такие люди есть. А что они вообще говорят, что их движет? Почему они пришли в ополчение? Почему они стали Ваш такой передовой отряд практически? Потому что просто людям обидно за свою землю, за то, что сделали, допустим, мои деды. То их не отцы, а к ним это гораздо ближе было, когда из уст отца не давалось это все. Для них это было понятно было, чем сейчас для нового поколения, даже для людей моего возраста. Не все люди моего возраста понимают, что на самом деле происходит. Но эти люди ближе. А вот что касается молодежи, как они вообще идут в ополчение? Вы сейчас какого возраста берете? Да, например, с 18 лет. С 18 лет, давай, пожалуй. Приходят молодежи, приходят. Очень мало, но приходят. Очень мало. А почему, как ты думаешь, почему молодежи? Потому что нет, они не боятся. Они просто немножко со временем прикурят. Так, отравлены информацией всякой разной. И никакое понимание происходящее немножко другое, чем у нас. У них ценности другие. Только из-за этого. Есть, конечно, молодые ребята. Есть такие 19, 20 лет, 18 лет, приходят, которые реально вникают в то, что происходит. То, что реально происходит и на цифру русскоязычного самоведения вообще. Они это понимают. Они готовы встать на защиту истины, на защиту своей семьи, из-за своей земли. Некоторые не понимают. Некоторые думают, что отучиться этим молодежием. Гораздо круче, о чем делать за свои принципы, за свои права, за свою землю, за своих близких. Что бы ты хотел сказать? Есть территория оккупированная. С области, например, Запорожская, Харьковская, Кустонская. Что бы ты сказал ребятам, которые там находятся? Которые понимают о том, что они на нашей стороне, но они еще сидят на диване или боятся выступить против нынешней власти. Что бы ты хотел бы им сказать? Нет, они сейчас, к сожалению, не могут выступить против нынешней власти, потому что территорию, как говорите, оккупирована. У них есть только возможность пополнять наши ряды, как и делают у них. Есть и Запорожье, и Западная Украина. Ребята из различных властей приходят, а у них все уже как в армию. Отсюда им будет проще и дальше, чем непосредственно в своих регионах. Конечно, просто так сидят на диване. Не стоит, не надо будет терроризм, взрываться, взорвать банки или остановки с автобусами. Надо просто что-то делать, что-то делать, не сидеть молча, по крайней мере. Не сидеть молча. Вести информационную войну внутри. Для того, чтобы то, что происходит сейчас на самом деле, то, чтобы оно не приедалось, и люди с этим не свыкались. С этим нужно бороться. Что действительно есть в Западной Украине ополченцы, которые войдут в нас? К сожалению, не могу сказать, как, кто умеет в Западной Украине. Но у меня есть ряд, люди с Западной Украины, которые на пусстве по телефону моего их отца. Интересно. А когда война закончится, вы останетесь жить в ДНР, в ЛНР, в Новороссии? Естественно. Мне уже деваться некуда. Понятно. Спасибо большое. Не за что.